Крым Приложенным усилием полуостров вновь сделался территорией опережающего развития, местом протяжения талантов знаменитой Русской Рибьерой. Сегодня по этому же пути, во многом ориентируясь на Крым и Севастополь, шаг за шагом следуют регионы Новороссии. Жители полуострова оказывают им поддержку вместе со всей страной, тем самым еще раз подчеркивая, что наша сила в единстве. После кровавых событий на Майдане и государственного переворота на Украине в феврале 2014-го, жители Крыма опасались развития аналогичного сценария на полуострове. Судьбу Крыма было решено определить на референдуме. Он прошел 16 марта, на котором подавляющее большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией. Через два дня был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Первое десятилетие после возвращения на историческую родину, слава богу, сегодня отмечаем. Ну и совпало, конечно, это все с выборами нашего лидера, нашего президента. Сегодня уже можно спокойно говорить, что за последние три дня, по сути, крымчане провели чем не референдум, если уже так не говорить, то есть с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. И вчерашний результат явка была 89%, почти 94% за президента проголосовало, поэтому говорит сам за себя. То есть никакие, так сказать, западные политики, санкции и все остальное, то есть как бы в данном случае крымчан, так сказать, не заставить думать по-другому. Что такое 10 лет? По историческим меркам это ничтожно мало. Но именно Крым за последние десятилетия вместил в себя такое количество преобразований, говорили собравшиеся за круглым столом, что хватило бы на целую эпоху. Символом вот тех перемен, которые произошли на полуострове, является, ну, например, Крымский мост для всех, да, и трасса Таврида. Но я хочу сказать, что как Севастополь изменился за эти 10 лет. У нас построены и капитально отремонтированы многие десятки образовательных и медицинских учреждений. У нас возведены новые спортивные залы и открытые стадионы. Новый аэропорт, современная скоростная магистраль, Крымский мост, система водоснабжения и новые электростанции, развитие образования и строительство новейших медицинских центров. Только в одном Севастополе сейчас реализуют сразу два федеральных проекта. Культурный кластер на мысе Хрустальной и историко-археологический парк Херсонес-Таврический. Помимо нового музея античности Византии будет построен музей истории Крыма и Новороссии, музей истории христианства. Но самое интересное, что в этом году, вернее в прошлом году, мы расширили свою географию историческую. В наш состав вошел новый музей, каменная могила Запорожской области. Ровно 10 лет назад Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Достаточный срок, чтобы подвести промежуточные итоги и двигаться дальше. События Крымской весны уже навсегда и твердо вошли в историю нашей страны, как один из символов непоколебимого духа многонационального и многоконфессионального народа России. Давайте еще раз поздравим крымчан и севастопольцев, поздравим друг друга и поздравим весь народ России с этим замечательным, светлым и таким по-настоящему духоподъемным праздником с юбилеем Крымской весны. В этом плане референдум 2014 года с этими высокими положительными цифрами за Россию. Это было действительно восстановление исторической справедливости, потому что они тогда еще, в 1991 году, они не хотели оставаться с Украиной. В тот же день в Доме Рио открыли выставку, посвященную Ордену Святого Георгия. В экспозиции представлены дореволюционные награды, ордена и наградное оружие. Со времен Екатерины Великой Георгиевский крест имел особое значение. Кавалером Георгиевского ордена могли быть лишь те, кто проявил личную храбрость и мужество на ратном поле в бою. Среди кавалеров Георгиевского креста были основатели русского исторического общества. Со временем Георгиевские награды были учреждены и для низших чинов царской армии. И более миллиона человек были удостоены солдатских Георгиевских крестов в ходе Первой мировой войны. Первым кавалером Ордена был Федор Иванович Фабрициан. Отличился он при битве в местечко Галовс, когда сражался с отрядом в Трое, превосходящим его собственным. Уже в наше время Орден Святого Георгия был возвращен в отечественную наградную систему. Служба информации Фонда История Отечества.